Ты хочешь прослушать матерные кричалки? Они тебе будут мешать? Ничего, но это будет аккомпанемент. Что они кричат? Не знаю. Они тебя будут смычать? Нет, все нормально. Скажи, пожалуйста, ну что, какие у тебя впечатления? Мне все адски понравилось. Просто вообще огонь. И я так думаю, что, пожалуй, по эмоциям в этом сезоне, к 22-му туру, если брать свою работу, то, наверное, этот матч сравним с онлайн-дерби Зенит Спартак. Да, это важно. Ты не перепутал эфиры, да? Поэтому там было очень эмоционально с забитыми мячами. Ну и первая игра между ними так уж получилась, что я ее тоже комментировал. Надо тоже закрыть, чтобы ты не простудился, потому что вдруг будешь с ним в голосе. Она тоже была так эмоционально. Но сегодня прям вообще тона азарта, прям настолько хорошие скорости. И вот неделю назад Спартак-Краснодар хорошие голы, хорошие скорости. Но абсолютно разобрана одна команда, другая этим воспользуется. Сегодня две хорошо организованные, как мне показалось, команды показали высококлассный футбол. По крайней мере, вот по эмоциям, мне сегодняшняя игра просто зашла на урак. Хотя я еще не заходил в Твиттер, не знаю, думаю, наверное, меня там полоскают. Полоскают? А можем прямо сейчас посмотреть, сколько тебе написали проклятий? Вот, давай. И похвалы, и похвалы, конечно. Так, давай. Подожди. Сколько у тебя? Ну, завидую сейчас болельщикам на стадионе, они Генча не слышат. По-моему, этим своим «нет» на 89-й минуте он спалился. Ну, я не знаю, я тут... А что ты сказал на 89-й минуте? Я просто смотрел на поле. Не знаю, какие-то, может быть, многие заблокированы. Все, не читай, не читай, не порти себе настроение. Это все, все... Я сказал «нет», когда момент был у Евгениева. То он не завидовал, сказал «нет». А я так и не понял, вот эта претензия, она была с чьей стороны, со стороны спартаковцев, что я крикнул «нет», «не забьет» или со стороны болельщиков «Динамо» или других команд, что я... Как тебе судейство? Это у нас очень популярная тема, расскажи. Слушай, вот пенальти, который был назначен, мы сразу с Мишем Исаковским вспомнили момент с Кузяевым. Сразу с Кузяевым, потому что там похожий момент, но там просто Кузяев шел к мячу, да, и он даже не вставлял ногу. То есть ему от бедра отскочил в руку, она была вне естественного положения. Здесь было движение ногой от Скопенцева и от ноги. Уже рука вне естественного положения, да, мяч отскочил. Поэтому пенальти, я так понимаю, по всем трактовкам современным, является, как любят говорить некоторые мои коллеги, легитимным. То есть он правильно назначен. А во всем остальном, мне показалось, несколько полов пропустил в первом тайме Иванов. Там Паршевляку можно было чуть раньше карточку дать в первом тайме, когда он прямой ногой въехал там открытым шипами. Там пожалел, потом карточку дал. И ровно за такой же фол, практически такой же фол, он не дал ему карточку и увидел этот Хварц и сразу же его снял и поменял на Варелло. Я думаю, что следующий бы фол про Паршевляка точно была бы карточка и, скорее всего, удаление у Динамо. А в остальном он хорошую форму показал. Команды здорово двигались и он везде практически... Тебя не удивила эта мода, когда вне игры решают люди на Варе и не зовут судьё посмотреть, как было в тиране и как было сейчас? Нет, я считаю, что это нормально. Вот в таких моментах судья не должен идти к монитору и смотреть. Ты имеешь в виду английский опыт, что ли? Нет, смотри, если момент исключительно по трактовке линии, вот проекции, как линию надо чертить, то тогда главного арбитра не идут звать. Момент для арбитра, если, например, вытыкает, не вытыкает мяч игрок, рикошет, не рикошет от ноги, например, обороняющегося игрока, там уже арбитр должен идти смотреть и смотреть, сам принимает решение, насколько этот момент в духе правил. А если это просто, вот как, например, Ростов-Химки, это, как сегодня момент с Гурулёвым в первом тайме, то здесь необходимости звать главного арбитра нет. Ты поднатарел, расскажи тогда про вчерашнее судейство. Это пипец. Пипец? Да, вот, чтобы не ругаться, я, честно говоря, когда забил Сол... Ну, ты можешь разочек в разочек. Я согласен с Валерием Георгиевичем, что это, если не пиздец? Понятно, что рисуют линии, там ставят эти точки-маркеры люди, знающие, да, умеющие, понимающие, где эти точки надо нарисовать, но я не знаю, как надо отклячить жопу Сол, чтобы оказаться в положении игры в такой ситуации. То есть даже если смотреть просто вот по этой линии, которую нарисовали, корпус игрока Хима, который чуть задержался, по-моему, я не знаю, там Тихий был или кто, и положение ног, положение корпуса Сол, ну, этот гол надо защитить. То есть вот заниматься подобным буквоевством, Арсен Венгер же сказал, что, да, вот такие миллиметры надо рассматривать в пользу атаки. И я вот, честно говоря, потом смотрел скрины, там Тимур Журавель выкладывал, там еще читал мнения экспертов, ну, как бы никто не понимает, почему этот гол отменен. Ну, я не понимаю, почему, но если сомневаются, почему не позвать главного и не решить этот вопрос в пользу атаки? Опять, это прописано. Зачем выделываться? Это прописано. Моменты по офсайдам не считаются, как бы, ошибкой, ну, как это сказать, явной, очевидной ошибкой главного орбита. Вар вмешивается в подобных ситуаций. Там было еще два момента, еще два момента, сейчас перейдем к спортаку, еще когда полоза по ноге ударили и когда назначили пенель ворота Ростова. Ну, пенель ворота Ростова там вообще не обсуждается. Там очень грамотно подставился Мирзов, да, и обратим внимание на реакцию Осипенко. Там фалил Тугарев, а Осипенко сразу же, если так посмотреть в расфокусе дальше, что произошло, и Осипенко там чуть ли не заговор схватился, типа, зачем? Он как бы понимал, что с Мирзовым здесь надо держать все время вот момент, не выставлять ногу в лишний раз, потому что он в нее сунет свое. Он ее сунет свое, это вот момент, когда помнишь, в финале Кубка России Малком специально ногу сунул под подкат того же Тихо, по-моему. Ну вот про Спартак я у тебя хочу спросить, как тебе схема в обороне? Слушай, ну не без ошибок, не без ошибок. И сегодня было очень несколько, очень много, мне кажется, таких авантюрных ходов, когда Грулев оставался один в один с Кутеповым. Может быть, это просчитывал Тодеско с Хинкелем, но другой бы нападающий, может быть, от Кутепова бы убежал. А несколько моментов было таких пожарных, тревожных, когда он мог это сделать. Ну, мне показалось, что Спартак в таком состоянии Гроги в определенный момент находился, когда Маслов срезал свои ворота. То есть у них психологическая неуверенность появилась в их действиях. И в конце первого тайма они неубедительно сыграли. Ну и несколько моментов во втором, особенно в концовке, когда вышел Тюкавин. Вот это хорошее, он пяткой покатил на Скопинцева. Потом момент у того же Тюкавина, когда мяч просто сквозняком прошел, и он остался один против Максименко. Не без ошибок. Вот даже схема с тремя центральными защитниками, она не уберегает Спартак от всех проблем в обороне. И Краснодар много мог забить, и сегодня, если бы не Максименко. Ну вот если вспомнить вообще весь сезон вот таких супернадежных матчей у Спартака в обороне, и практически, вот даже схема с тремя защитниками, ну вспомни игру Спартак-Зенит, и там, и там. Зенит до гола еще мог несколько забить. Вспомни игру с Краснодаром. Тоже у Краснодара и в первом матче, и во втором были моменты. И с тем же Динамо, Динамо в первом круге лучше играли. Ну, в общем... А ты понимаешь, зачем они переходили на схему в четыре защитника? Видимо, ему сказали, что надо добавить игрока в середину и правильнее использовать потенциал группы атаки. И может быть, ему кто-то намекнул, может быть, еще что-то. Я не знаю, может быть, ему убедили в том, что промес приедет, и промеса надо использовать в схеме с четырьмя защитниками. Может быть. Но что в четыре играли с Рубином, что с Динамо в четыре в кубковой игре, что в три с Краснодаром и с Динамо, мы все равно могли пропустить. Ну, если не Максименко по-хорошему, но могли пропустить пять. Ты согласен, что Максименко лучше? Вот его признали экспертом. Я назвал лучшим Соболева. Выясни, пожалуйста. Максименко, конечно, в игре... То есть ты не согласен с линией партии, да? Я могу быть не согласен с экспертом. Я не Селюб, который Гогу все время просит назвать лучшим. Но мне кажется, сегодня Соболев сыграл с сердцем. Вот я даже сказал в конце матча, что он сыграл за ромбик. Вот было ощущение, что он проделал такой объем работы. Вот каждый момент, уже нечем дышать, уже сводит ноги, уже ему тяжело. Уже видно, что у него, я не знаю, там на ногах пудовые гири. А он все равно бежит, бьется, кусается. И плюс у него гологлевая. Да, так по-хорошему, если статистику брать, он красавчик. Но Максименко выручил, да. Максименко выручил в моменте с ударом Вореллы. Максименко выручил в моменте с ударом Тюкавина. Конечно, могло там 2-2 все закончиться. Но с другой стороны Шунин поточил после удара с Понца и перекладин был. Но с игровой точки зрения, мне Соболев больше всего не понравился. А ты Промеса как-то хвалил до репортажа? Наоборот. И ругал, да? Да, я сказал, что Промеса, Ларсен в первом тайме выпали из игры. Самые активные были Соболев и Мозес. Вот они вчетвером как бы в атаке. А получается, что двое выпадают, и двое еще за себя и за того парня работают. У меня тут же там, правда, приехало в перерыве, я тут же всех убрал. Сказал, что какую игру-то смотрел, что был Ларсен и Промеса незаметно. Но в первом тайме так было. Во втором, конечно, Промес там сразу же активизировался. Два момента у него были с ударами. Но из таких позиций Промес, конечно, должен попадать. Когда он его пробил на перекладине, когда вертушку сделал и в ворот не попал. Вот там момент вертушки, он разницу сделал, а в ворота попасть не сумел. Поэтому у меня ощущение, что вот он на эмоциях приехал с Рубином, да, сразу же. Я покажу, с Краснодаром лихая игра, удобная для Спартака была, потому что много зон. И то есть такой тоже принципиальный момент после поражения активизировались. А сегодня точно не лучший матч Промеса. Ты знаешь о моем споре с Андреем Владимировичем Червиченко? Что если Промес забьет 6, то он ставит бюст Промеса у себя рядом с генералом, да, Колчаком. А если нет, то он мне... Что касалось 8 матчей и 5 мячей. Да, а если нет, то он мне подарит фигуру Ангела Меркель домой. А на какой минуте забил Соболев? Был Промес на поле? Хотя я не помню. По-моему, был. По-моему, был, да. Ты к чему? Ну, к тому, что, в принципе, Промес мог в пенальти пробить. Да, вообще да. Да, поэтому до шести мог бы добраться. Протока еще Тамбов домашний помнит. Да, слушай, но теперь две игры они с Тамбовом сыграли. Да, это команде, которая завершает чемпионат с Тамбовом Озените. Давай. А, я у тебя, Краснодар, ты в коммент-шоу, и вы очень так мягко прямо постелили под Сергея Николаевича. То есть 1-6, а вы его ни разу не покритиковали. Я удивился. Почему? Нет, нет, мы Краснодара критикуем ровно так же, как и все остальные команды, если они того досклили. Ой, слушай, мне бы казалось, что вообще вы прям... Не-не-не, никто ничего не стелил. Никто ничего не стелил, и никто нас не просил там как-то защищать или еще что-то. Вот сегодня там из Тулы прилетело. Я сказал, что в Туле газон был в конец 90-х, и тут же из Тулы мне написали, блядь, а в Казани, блядь, стадион, поле было не лучше, а в Химках, чтобы поле было лучше, чем у нас. Ну, и я сказал, ладно, ребят, в Туле не обижайтесь, но поле действительно по картинке было не самое хорошее. И даже здесь, и тем не менее, оно зеленое. Ну, ничего, если в январе будем начинать с 24-го, то будет у нас все лучше. А что касается Краснодара, ну, что их сейчас даже критиковать, все их прекрасно понимают. Я, наоборот, не помню, где я сказал, что некрасиво выступил Владимир Хаш. У нас прекрасные отношения. А он тебя имел в виду под Эксперта? Нет, нет, нет. Я, по-моему, помалкивал там после того матча. Хотя я говорил, что Краснодар играет лучше, мне только прибыть. А как ты думаешь, кого он имел в виду? Нет, слушай, я даже не знаю, я ничего буду перебирать. Ну, просто одно дело, когда Краснодар говорит, что вы о нас так мало говорите, да. А с другой стороны, когда про Краснодар говорят в негативном ключе, вы там... Говорят помолчите. Да, вы в Москве там сидите помолчите, мы без вас разберемся. Ну, это все, когда переходят вот на такую местечковость, да, с упоминанием городов. Вы там в Петербурге помолчите, вы в Казани помолчите, вы помолчите в Екатеринбурге. Это как вот Григорий Викторович говорит, а что, за МКАДом футбола нет, что ли? Там вот, когда пытаются лигу сократить, а что делать командам нам, вот в Екатеринбурге, а что делать в Уфе, а что делать там... Вот вы думаете, что они? Вот в Москве же сидят, в центре управления, и думают, да, почему не рассказывают. Когда в Москве принимаются какие-то решения, Краснодар же не говорит, что там в Москве не сидите, не придумывайте. Ну, как ты считаешь, когда отправят в разгонание Мусаева? Да, мне кажется, сейчас чем больше будут кричать о том, что... Тем больше будет упираться Сергей Николаевич. Не то, что будет упираться, тем больше будет в него верить. И я думаю, что он в него искренне продолжает верить, что он через эти ошибки, через эти ухабы вырастет в хорошего тренера. Мне кажется, у них нет альтернативы. Вот в чем проблема. Ну да, у Конана был Шалимов, у Шалима был Мусаев, а у этого нет никого. А у Мусаева сейчас, вот если перебирать, ну, Карпина они не позовут, Слуцкого они не позовут. Потому что, ну, и тут в другой пределе. Ну, и понимают, наверное, что Краснодар такой специфичный клуб. Кто еще из русских тренеров? Там же надо обязательно общаться и объяснять. Балканец, как Николич, если только говорящий по-русски, и то, я не знаю, сомнительно. Поэтому будут стоять до последнего, верить в то, что Мурат Олегович изменится. И, может быть, клуб допускает ошибки. Клуб, не Мусаев, допускает ошибки, а клуб допускает ошибки в плане формирования команды, чтобы помочь Мусаеву. Может быть, вот все эти варианты с приобретением там игроков, которые, ну, так не совсем вписываются в концепцию, это тоже проблема. Я немножко не понимаю, что ты решила. Ну, Реми, ладно, он травму получил, год не играл, его надо было вкрапить, но мне кажется, в Краснодарский футбол вкрапить его легче. Обратим внимание, приезжают ребята, там, из Голландии приезжал, его отправили в МЛС, я уже не помню, как его фамилия. Я понимаю, да, его ноги такой, да. Вилена, ну, вообще же не Краснодарский, ну, не под Краснодарский футбол. Вот тот же Олсен, тоже как-то не вписывается в Краснодарский футбол. Классен после травмы, я думаю, что уже подумает над тем, чтобы уехать. Вандерсон, подписав новый контракт, тоже, знаешь, так чуть булки расслабил. Ари, он всегда с расслабленными булками, да, как только там тоже контракт есть, сидит там травма на травме. Поэтому, там, Кай, центральных защитников, ну, взяли Сорокина, взяли, я не знаю, Чернова, взяли Ионова. Мне кажется, это не те игроки, которые могут сделать Краснодар сильнее. Вот Кабелла может сделать разницу, а то, что есть сейчас, это не то, чтобы подстава для Мусаева, у них хороший состав. Да, вполне. Но, может быть, он ограничен вот тем, что у них есть на данный момент. Ну, и я не беру девятое место, которое у них есть в чемпионате, а я беру там четвертое, пятое, третье. Ну, за третье не могу. Ну, а дальше за чемпионство, конечно, они, наверное, не могут бороться. Расхваливать Мусаева, что вот он вышел в Лигу чемпионов и вышел из группы в весеннюю стадию, тоже так сомнительно. Скажи, ты допускаешь вообще такую вероятность, что Сергей Николаевич сам возглавит? Нет. Не допускаю. Ну, я имею в виду, что возглавит не только тренирующий процесс. Ну, понимаешь, здесь такая штука, что Сергей Николаевич выстроил свой бизнес, я не буду говорить там за него, но просто я это представляю. Выстроил свой бизнес, контролируя многие процессы. И, наверное, в какой-то момент он, может быть, не будет так, так скажем, углубляться в процесс. Потому что, ну, вот что отличает, вот тот же Фидун, да, вот выбирая тренеров, он переплачивает. Хотя в Москву легче загнать хорошего игрока или хорошего тренера, потому что в Москву... Ну, пригласить, давай, загнать, это, наверное, да. Пригласить, в Краснодар это сделать гораздо сложнее. И касаемо легионеров, тут надо либо переплачивать, либо, я не знаю, там какие-то условия мега создавать. И, конечно, можно впечатлить всех базой замечательной, но Краснодар это вариант. Из Краснодара ты никуда не улетишь домой, если только чартером, если ты там будешь заказывать себе джет. А из Краснодара ты должен лететь в Москву, из Москвы ты уже полетел. А в Москву в этом смысле, конечно, проще. Поэтому не так-то просто, наверное, в таких условиях, как мне кажется, команду выстроить по своему идеалу. Краснодар хочет быть идеальным, а идеальным быть не получается. И, исходя из этого, я думаю, что идеальную картинку у них пока нарисовать не выходит. А чтобы стать идеальным, как они видят, нарисовать этот идеал, владелец не должен тренировать. Скажи, надо ли сейчас «Зениту» дрожать от такого «Спартака»? Да, почему? Смеешься. А почему? Ну, ты в восторге от «Спартака». Я в восторге от сегодняшней игры, я не в восторге от «Спартака». Давай здесь сделаем акт. Сегодня два, а там шесть. Восемь голов отнули за две игры. Да, до этого они четыре подряд не забивали. Только Ловран им подарил. Случается, да. Ну, случается, да. Можно восторгаться с «Сочи», как они там организованно играют. А у «Спартака» все равно ворох, проблема. Как можно быть в восторге от команды, у которой тренеры уходят в мае месяце? Как можно быть в восторге от команды, опять болельщики сейчас набросятся, которая, в принципе, шесть забила, два забила сегодня, но должна была пропустить те же шесть. Там и от «Краснодара», и сегодня от «Динамо». Ну, два-три они точно могли пропустить. Хоть и у «Динамо» там на один. Слушай, ты такой вообще скептик, я удивился, что у тебя случилось? Ты атаковал матч 6-1, ну, а что в нем не то? 6-1, Костя, я хочу видеть голы. Скажи, пожалуйста, да, что тебя не устраивает? Что меня не устраивало в матче «Краснодар-Спартак» или «Спартак-Краснодар»? Да, да, ну, ты шесть голов взял. Сереж, если ты хочешь увидеть такое количество голов, я не знаю, включи себе какую-нибудь нарезку матча «Бундеслиги» или включи себе «Зенит-Динамо» 9-3. Ну, вот, красиво, 12 мячей забито. Но, слушай, когда одна команда абсолютно разобрана и неуправляема по ходу матча, а вторая продолжает нести символации, что «Спартак» не остановился и продолжали забивать, ну, на это смотреть не очень интересно. Вот на такой футбол, как был сегодня, смотреть интересно. Да. А вот 6-1, когда вот такое избиение, ну, вот, примерно, тебе 10-1 понравилось «Ростов-Сочи»? Ну, нет. Ну, и вот, поэтому мне и «Спартак-Краснодар» не понравилось. Понятно, что это проблемы Краснодара, что они не умеют обороняться, понятно, что они привозят себе моменты, понятно, что они вообще бросили играть, понятно, что Мусаев там у кромки стоит, показывает им руками. Блядь, соберитесь. Это не товарищеский матч на сборах, где можно там проиграть и потом по ушам получить, а это официальная игра. И вот это мне не понравилось, что матч с такой афишей, с такой вывеской превращается в избиение одной команды, потому что они бросают полотенце. И вот это, вот это меня возмутило. Вот это меня возмутило. А, например, «Зенит-Краснодар», ой, «Зенит-Рубин» в Казани, вот это был фестиваль. «Зенит», «Говеное поле», тяжелейшее поле. «Зенит» от первой до последней минуты пытался играть в футбол через передачи. Они даже, ну вот, проигрывая 0-1, они все равно пытались через перекат мяча что-то придумать. А Рубин держал этот строй, бился за каждый мяч. Ну, то есть была организация. Я видел, что у «Зенита» есть эта организация, понятно. И я видел, что у «Рубина» есть, поэтому футбол смотрелся. Вот такая драматичная концовка. Ну, и опять, здесь каждому не угодишь. Болельщики «Спартака» могут расторгаться. Я их понимаю. Браво, молодцы, наслаждаясь. 6-1, здорово. Сегодня еще в «Дерго» одержали победу. Но мне просто и эстетической точки зрения, и такой, как бы, точки зрения вообще продвижения бренда «РПЛ» такой футбол не по душе. Это было похоже на «Дворовый» или «Дворовый». Одна команда, которая только что играла в «Еврокуб». Последний момент. Ты у нас большой специалист по «Зениту», по конфликтам в «Зените». Сейчас нет никаких конфликтов. В «Зените»? Да, в «Зените». А, в «Зените»? Да, вообще без «Зенита». Я вообще без понятия. Ну, я читаю прессу, какие-то телеграм-каналы там пишут, что там проблемы якобы у некоторых ведущих игроков с «Симаком» и там бунтуют внутри. Но, хоть и «Зенит» не выиграл у «Ростова», не выиграл у «Рубина» и выиграл у «Крупного Ахмата», я не вижу никаких. Они выходят, да, там что-то пытаются пыжиться. Не все получается, но вообще в такой команде, как «Зенит», с такими выскооплачиваемыми игроками, и с такими звездами, так будем говорить по меркам российской премьер-лиги, конечно, выстроить отношения очень непросто. И то, что если этот конфликт появился только на третий год, Сергею Богдановичу надо поаплодировать. Последний момент. Скажи, ты завидуешь премиальным сборной России? Бред. Просто бред. Ты в смысле не завидуешь или что-то имеешь в виду подписывание? Да мне вообще пофигу, честно говоря, сколько им там 20-10 миллионов за ничью платят. Мне понравились слова Сайманова, который сказал, что премиальный – это вообще пережиток прошлого, особенно касается сборной. За приезд в сборную, за игры в матчах сборной вообще не надо платить. За задачу выполненную, да, вышли из группы, с первого места получить сток, со второго сток, вышли через стыковые сток. Или там вообще решили задачу, решили задачу, приезд или там любая отборочная игра. Но еще отборочная игра, ладно, с чем-то там укропить землю нормально. А товарищеские матчи, за приезд в сборную… Укропить землю. Ну нет, ну я имею в виду набросать что-то ребятам, я не знаю, суточных. Но нет, я, может быть, неправильно выразился. Ну ничего, я понял, да. Я два часа сейчас эмоционально кричал. Все, я понял. Вот, поэтому я, честно говоря, в это не верю. Я допускаю, что есть какие-то премиальные для Станислава Саламыча и его тренерского штаба, но вряд ли это касается товарищеских матчей. Не знаю, может быть, Станислав Саламыч со своим юристом, браво, там договорились с РФС, что вот так развили, что еще и за товарищеские им перечисляют. Но мне кажется, национальная команда не то место, где вот надо такие условия пробивать. Тем более у Черчесова, насколько я слышал, неплохой персональный контракт. Да, 2,5 миллиона евро, да. Поэтому еще и за товарищеские матчи доплачивают. Ну, извини. Это все равно, что тебе доплачивают за то, что ты ездишь на ФНЛ. Спасибо большое.